Недавно посетила я прекрасный город, один из прекрасных городов планеты Земля, называется он Ереван. И настолько мне понравился и город, и страна, и люди, что я подумала, а идея ведь лежит на поверхности. Сегодня главная моя задача рассказать вам про армянский Петербург. Ну, потому что город Петербург у нас многонациональный с самого момента его основания, и армяне – это далеко не самые последние люди, которые формировали его и бывший, и современный облик в том числе. Армянская диаспора достаточно многочисленна. Первые упоминания о армянах в Петербурге относятся к 1710 году. И дело в том, что их приезд сюда непосредственно поощрял и всячески пушил это дело непосредственно сам царь Петр I. Осталось множество письменных свидетельств об этом. Например, еще до основания Петербурга в 1695 году он писал персидскому шаху, чтобы вся торговля шелком, сосредоточенная в руках армянского купечества, направлялась бы через главные ворота юга, через Астрахань, на Москву. И чтобы тех армян государства царского величества с товарами для торгового промыслу в порубежных городах пропускали без задержания, со вспомогательством, без всякие помешки. Среди армян, естественно, были представители самых разных профессий, ремесленники, но очень большинство армянского населения занималось именно торговлей. Это были очень искусные купцы. Об этом даже написано у Эммануила Канта. У армян господствует какой-то торговый дух особого рода, а именно они занимаются обменом, путешествуя пешком от границ Китая до мыса Корса на Гвинейском берегу. Это указывает на особое происхождение этого разумного и трудолюбивого народа, который по направлению от северо-востока к юго-западу проходит почти весь Старый Свет и умеет найти радушный прием у всех народов, у которых они бывают. Это доказывает превосходство их характера. В 1711 году вышел указ Петра I, где говорилось, что персидский торг умножить и армян как можно приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда. Ну и так далее. Достаточно много известных, в том числе письменных свидетельств об этом, что торговля поощрялась, при этом было понятно, что армяне умеют купить товары и на западе, и на востоке, привезти их сюда, и царь это понимал. Первая армянская диаспора стала формироваться на Васильевском острове, в районе современной третьей линии. Дело в том, что тогда был из известных купцов, такой Лукаш Ирванов, который занимался торговлей, не только он. В этом районе, в районе третьей линии была пристань, было удобно, соответственно, получать товар, разгружать его и тут же торговать. И там же, на третьей линии, построили первую церковь, армянскую. Она была деревянная, и, естественно, она не сохранилась, потому что сгорела в определенный момент дотла. И даже была там армянская улица с соответствующим названием. Впоследствии армянская диаспора Петербурга обращалась к императрице, к Анне Иоанновне, с прошением о постройке церкви. Но Анна Иоанновна умерла, и как-то этот вопрос подвис в воздухе. И только уже в правлении Екатерины Второй, которая также понимала важность армян в Петербурге не хуже, чем Петр Первый, вопрос этот наконец-то решился. Да. Ну вот, собственно говоря, как еще со времен государя-императора Петра Первого дозволяемо было здесь и в Москве строить армянские церкви, то впоследствии того и мы ныне повелеваем дозволить армянам построить для отправления по их вере церковные службы здесь. Это строки, которые принадлежат Екатерине Второй. Вот здесь, на этой территории. Это территория бывшего малого конюшенного двора императорского, напротив, соответственно, каменного гостиного двора. Армянам выделили участок под строительство их храма. И занимался этим один из влиятельнейших людей своего времени, Иван Лазарев, приближенное к императрице лицо. На самом деле Ивана Лазарева звали Аванес Лазарян. А мы идем сюда. Вот здесь строится вот этот храм. И к нему же пристраиваются позже два дома. Справа и слева дома, которые непосредственно относятся к этому храму. Эти дома принадлежали самому Лазареву. Один из них это был его собственный дом. Ну и позже мы построили еще вот второй. 33 тысячи рублей стоил вот этот храм. При этом 3 тысячи собрала армянская община. И 30 тысяч выделил непосредственно Иван Лазарев. Огромнейшие деньги на то время. Очень дорого. Храм на самом деле в таком классическом стиле построен архитектор Юрий Фельтен. Кстати, если сказать о Фельтене, он был родственником, родственником, потомком. Обер-кухмейстера Петра I, если перевести на простой язык, Обер-кухмейстер – это придворный повар, личный повар Петра. И Фельтен начинал свою деятельность с того, что помогал Растрелли строить Зимний дворец. То самое главное здание, которое сейчас у нас здание государственного эрмитажа. Вот этот храм построен, конечно же, с достаточно сильным отличием от канонических армянских церквей. Потому что я сейчас подставлю картинки, как на самом деле они выглядят. Здесь много украшательств. И внутри там тоже достаточно много по сравнению с армянской церквью. Дело в том, что обычно это очень строгие фасады. Внутри это также минимум. Там нет никакой, как, допустим, в православных церквях, ни лепнины, ни позолоты. Практически нет икон и так далее. Ну вот, тем не менее, храм достаточно прекрасен. И то, что он находится на Невском проспекте, тоже для него это весьма значимо. Здесь у нас стоит очень такой отличительный знак. Это называется хачкар. В переводе крест-камень. Такие вот хачкары по всей Армении, их там невероятные сотни тысяч, наверное. И с древности это один из такой, скажем так, прикладное искусства Армении. Конкретно вот этот хачкар, он был подарен, собственно, от республики Армения Ереваном на 300-летие Петербурга. И сделан он из камня под названием Туф. Это камень вулканического происхождения. Его в Армении достаточно много. Там большая часть Еревана построена именно из такого камня. Он вроде как коричневый, но при этом с розовыми оттенками. И вот почему, кстати, Ереван называется иначе розовый город. Ну вот потому, что там очень много домов сделано из подобного камня. Светит солнышко, и всё это так играет, очень приятно. Очень красивый, тёплый цвет. А в армянской церкви она отличается, как я уже сказала, допустим, от православной. Много традиций, которые имеют свои достаточно сильные отличия. У нас в православии, к примеру, крест – это место, на котором был распят Христос. Ну, то есть непосредственно связывают с этим. В армянской церкви крест напрямую не означает это место, он скорее означает дерево жизни. Поэтому на хачкарах очень много зачастую всяких растительных орнаментов, связанных с природой, с животными, что угодно. Есть древние хачкары, есть современные хачкары, и самое интересное, что ни один из них не повторяет другой. То есть вот каждый такой камень уникален. Вот, не было создано ни одной копии. Ну а вообще армянская церковь, она называется правильно Армянская Апостольская Церковь. Почему Апостольская? Потому что… Да, мы тут с собой не выйдем, не пройдем. Но мы можем обойти, а можем не обходить. Пошли обойдем. Апостольская Церковь, потому что, по легенде, двое апостолов после, соответственно, распятия Христа, Варфоломей и Фадей, отправились прямиком в Армению, купили билеты на прямой рейс, и стали основателями церкви. Считается, что армяне – это одна из самых первых наций, которая приняла христианство. Ну, наверное, впервые в мире. И поэтому у церкви, она как бы есть, допустим, православные, есть католики, есть армянская церковь, христианская, и она как бы особняком держится, то есть она отличается по своим каким-то особенностям, традициям от других. Вот, есть, естественно, свои там особенности культа, и молитвы, и прочих традиций. Вот, интересно, я когда вот была в Армении, заходили мы в разные храмы там с экскурсией и так далее, очень прикольная особенность. У них свечи стоят на таких вот, ну, длинные прямоугольные поддоны, в которых насыпан песочек и налита вода небольшим слоем, и туда ставят свечки. Вот, очень на самом деле классно и гигиенично, потому что вот этот воск, стекая, он падает в воду, никакой грязи, потому что не нужно потом оттирать вот эту подставку под свечи, ну, в общем, удобненько. У армянских храмов, традиционных, кстати, надо сказать, обычно один большой купол и второй купол поменьше, где колокольня, означает арарат. Большой арарат – это главный купол, и малый арарат – это, соответственно, этот малый купол. Кстати, вы знали, что арарат – святая гора для всех армян. Почему? Потому что в легенде именно туда, после Великого потопа, пришвартовался Ной в Ковчег, именно там Ной вышел со своей семьей, увидели они виноградную лозу в долине, в Армении, начали жить и поживать, добра наживать. Ну, и, соответственно, для всех армян гора арарат считается прям, ну, почитаемой. Но сама гора в настоящий момент в нашем современном мире находится на территории Турции. Вот, и когда приезжаешь туда, ты видишь этот арарат издалека, но ты понимаешь, что это на самом деле на территории другого государства. И это, кстати, боль для всех армян на самом деле. Вот. А возвращаясь к Ивану Лазареву, он же Лазарян, он же Гога, он же Жора, он же Юра и так далее. Как я уже сказала, это был один из богатейших и влиятельнейших людей того времени. Он был при дворе, естественно, императорском. А по профессии он был ювелир, и он был в том числе придворный ювелир. В какой-то момент он смог выкупить даже часть заводов демидовских и соляные копии. То есть настолько он был богат. Вот. И очень-очень много сделал для развития общины армянской, для армян в Петербурге. Надо сказать, кстати, что вот здесь вот, это еще было основано тогда, открыли воскресную школу, открыли типографию, и культурный центр просветительский здесь был. На сегодняшний день здесь при церкви существует воскресная армянская школа. Почему она воскресная? Потому что здесь дети, и не только дети, учатся только по воскресеньям. То есть она не общеобразовательная, здесь нет таких предметов, как типа, ну, там, физика, математика и вот эти все общие образовательные. Здесь учат спецпредметы. То есть армянский язык, армянскую литературу, армянскую историю, там, танцы, музыку и так далее. И на самом деле здесь учатся, как я уже сказала, не только дети школьного возраста, но и взрослые люди, те, кому, например, нужно, например, научиться писать. Человек умеет читать на армянском, вот, потому что, потому что разное бывает, изучая историю армян, ты понимаешь, что армянская диаспора, она многочисленна. То есть в самой Армении живет 3 миллиона армян на сегодняшний день, а диаспора по всему миру составляет 20 миллионов. Естественно, народ хочет сохранять свою культуру, свой язык, и, находясь даже далеко за пределами Армении, все равно хотят учить и сохранять для будущих поколений свой язык и культуру. Даже если человек не армянин, неважно, китаец, русский, немец, итальянец, кто угодно, если вы хотите выучить, например, армянский язык, вы можете сюда прийти, заявить о своем желании, и, в общем-то, скорее всего, вас в школу в эту примут, вы будете ходить и учить. Армянский язык считается одним из самых сложных грамматически, один из самых древних языков. Основателем современного армянского языка является мисроп Маштоц, который придумал, разработал полностью весь алфавит. И как только он это сделал, культура Армении пережила такой вот прямо бум, потому что все, что до этого было в фольклоре, каких-то там устных, ну, в общем, все передавалось устно, появился алфавит, появилась письменность, и, естественно, сразу там поэты, писатели и все прочее. С чем еще знаменит и связан Иван Лазарев? Это с алмазом Орлов. Как я уже говорила, он был ювелир, и он непосредственно поспособствовал покупке этого алмаза, который... История у него очень длинная, он несколько раз менял свои названия, как и менял владельцев, его неоднократно воровали, перепродавали. И вот в какой-то момент его купил Орлов при непосредственном содействии Лазарева и подарил императрице Екатерине II. А она его инкрустировала в свой скипетр, и сейчас этот алмаз, и, собственно, скипетр хранится в алмазном фонде Оружейной палаты Московского Кремля. Но там есть очень такое распространенное мнение, что на самом деле сама Екатерина захотела себе этот алмаз, прекрасный, огромнейший, вот. Но она не могла его купить напрямую, потому что, поскольку репутация у него была очень мутная, соответственно, ей было не комильфо покупать. А тут вроде как подарок от фаворита, все хорошо. И Лазареву вручили дворянство, точнее, пожаловали, да? Он стал дворянином. Но судьба у него в чем-то не самая счастливая, потому что у него был единственный сын, который погиб на войне, и, в общем, он был безутешен. Вот такая вот грустная нотка в этой истории. Да, возвращаясь к вопросу про Ереван и вообще про Армению, территория Армянского Нагорья, где издревле существовало государство Урарту. Я думаю, все, как минимум, должны были об этом учить в школе. И считается, что это вот такая прото-прото Армения. И что Урарту, если там буквы немножечко по-другому поставить их звучание, то это будет Арарат. В частности, Ереван был основан 2800 лет назад и считается одним из самых древних городов мира, потому что это было задолго до Рима. И еще интересный факт. Была найдена таблица, ну, такая табличка с клинописью, где подробно описано, сейчас эта табличка хранится в историческом музее в Ереване, в самом центре. Подробно описано, кто и когда основал крепость Рябуни. И вот эта вот таблица, она, скажем так, можно ее назвать свидетельством о рождении Еревана. Не каждый город может похвастаться тем, что у него вот такое вот свидетельство о рождении. А современный город, когда ты туда приезжаешь, ты вроде как не чувствуешь, что городу почти 3000 лет. Ну, как-то, ну, да, что-то старое там есть, конечно. Он очень уютный. Как я уже говорила, вот построен в основном из этого розовато-коричневого камня Туфа. Но поскольку история древняя, он неоднократно перестраивался. И основной план перестройки, генеральный план, это уже было советское время, 30-е годы. Архитектор Таманян разрабатывал вот этот новый план Еревана. То есть и схемы улиц, и площади построено было множество государственных учреждений, каких-то зданий типа оперного театра, и здания правительства, и так далее. То есть тот вот современный город, который мы можем увидеть сейчас, если туда приедем, это ему примерно 100 лет, вот этому городу. Но тем не менее, от этого он не менее прекрасен. Мы вышли на площадь искусств. И здесь я бы хотела упомянуть еще о одном очень известном армянине, которого звали Аванес Айвазян, он же Иван Константинович Айвазовский. У него стопроцентное армянское происхождение. Его отец Геворг Айвазян переименовал себя сначала в Константина Гайвазовского, и наш Иван Константинович он тоже сначала был Гайвазовский. Позже он убрал букву Г из своей фамилии, чтобы она более благозвучно звучала. Собственно, очень талантливый человек. Он за свою жизнь, он родился в Феодосии. Для него, по сути, Крым был родной. Ну и, собственно, умер он тоже в Феодосии. Хотя его связи с исторической родиной, с Арменией, были всегда, всегда для него важны, он всегда их поддерживал. Он, конечно, за свою жизнь он нарисовал более 6 тысяч полотен. Он очень плодотворный художник. Не каждый сможет нарисовать столько. Не то чтобы за свою жизнь, вообще за несколько жизней. Он мог нарисовать картину буквально за день. А уж вот каких-то сувениров, ну типа он, допустим, своим дочерям мог подарить подарок. Взять камень какой-то, гальку морскую, и там за 5 минут нарисовать просто на ней шедевр. Подарочек, сувенир. Его картины хранятся очень во многих музеях мира. Не только в музеях, в частных коллекциях в том числе. Мы вот вышли с вами к русскому музею. Да. Можно пройти? Без проблем. Мне кто-то пишет. Достаточно много картин Айвазовского находится в русском музее. Очень много картин находится в картинной галерее Еревана. И в первую очередь, конечно же, в картинной галерее Феодосии. Потому что, будучи... Ну это, собственно, при жизни еще Иван Константинович пристроил к своему дому в Феодосии картинную галерею для размещения, собственно, своих картин. Ну и так далее. В Ктретяковской галерее очень много его картин. Ну и, как я сказала, в самых разных музеях мира, в частных коллекциях. Одну из картин, например, он когда-то подарил Папе Римскому. Сейчас она, по-моему, в Венеции находится. Вот. То есть их на самом деле не счесть. При этом Иван Константинович очень сильно заботился о своем родном городе, о Феодосии. Он сделал... Он был меценатом, по сути. Он очень много сделал для города. Помимо картинной галереи он основал там несколько школ, участвовал и в реконструкциях самых разных. Он устроил непосредственно там водопровод. У него даже посвящена этому картина открытия водопровода в Феодосии, где он изобразил сам себя. Там такая маленькая фигурка. Это его автопортрет. Хотя на самом деле он в основном, конечно, рисовал море, но батальные разнообразные сцены. И не только. У него есть много картин с изображением и людей, в том числе хоть апостолов, хоть Байрона, скажем. он был прихожанином местной армянской церкви феодосийской. Однажды там произошел пожар и он это воспринимал просто как свою личную трагедию. С Пушкиным, который вот здесь вот у нас на площади искусств стоит, вот Александр Сергеевич, он познакомился в 1836 году. За год до смерти или, скажем, точнее, трагической гибели поэта познакомился на выставке с ним и с Натальей Николаевной. Очень подробно описывал, как она выглядела в этот момент, какая она была красивая, какое было на ней там платье с украшениями. Вот. Ну и Пушкин очень оценил картины Айвазовского, сказал, что класс, ему понравилось, но потом он погиб. Айвазовский очень много лет после этого общался с вдовой Пушкина, с Натальей Гончаровой, она же какая, ландская, да, потом она была. Очень хорошо, не тесно, ну, нет, не тесно, просто они очень хорошо общались, дружили, он ей, например, подарил одну из своих работ на 10 лет, такой грустный юбилей, 10 лет смерти Пушкина. Вот, как-то так. Путем гениальной магии монтажа мы переместились на Васильевский остров. Откуда, как я уже говорила, в общем-то, история Армян Петербурга и начиналась. именно здесь первая армянская община жила, работала, торговала. Да, давай, наверное, в эту сторону пройдемся. Да, и первый храм находился здесь же на Васильевском острове, который, в общем-то, у нас и не сохранился. А мы приехали, пришли, приехали, в Камский сад, потому как здесь тоже есть некоторые упоминания об армянах. И я сейчас их вам продемонстрирую. Я не продемонстрирую всех армян, но только лишь некоторых и только в Камне. История народа на самом деле очень такая многосложная и, пожалуй, многострадальная в какой-то степени, потому что вот то место, в котором, собственно, они живут и по сей день пропитано историей, историей борьбы за территорию. Вот, вот этот памятник я бы хотела вам показать. Это известнейший армянский композитор, музыкант Каметас. Вот, он в таком изображен достаточно страдальческом виде, у него выражение лица отражает на самом деле, я бы сказала, его судьбу. Очень талантливый человек. он родился и незадолго после этого остался сиротой, его воспитывала бабушка, а потом в какой-то момент его, как, ну, талантливого ребенка, он происходил из семьи музыкантов, его определили в школу музыкальную, где руководителем был духовник, и в какой-то момент его привезли этого мальчика к католикосу, к вопросу у армян, у армянской церкви самый главный глава церкви называется католикос всех армян, ну, то есть, как Папа Римский у католиков, у нас это Патриарх Сеаруси, и вот этот католикос попросил его поговорить на армянском, а тот сказал, что он не знает армянского языка, но он может спеть, и, соответственно, он начал петь песню церковную, и настолько растрогал католикоса, что тот даже расплакался, очень был талантливый человек, его судьба на самом деле достойна отдельного видео, и очень долго можно о нем рассказывать, вот тот камень, который очень очень же понятно все написано, да, здесь его биография, скажем так, очень-очень кратко, Сагамон Сагамонян это его настоящее имя, Камитас это, в общем-то, его прозвище, ну и очень кратко его история жизни здесь, на этом камне, вот, я еще вернусь к Амитасу, но также могу показать, что здесь у нас, в Камском саду, стоит еще один хачкар, где в Петербурге искать хачкары вы теперь знаете, вот здесь, это тот же, тот же подарок от Еревана и судя по его фактуре и, в общем-то, по цвету, это тоже камень Туф. Вот, здесь крест с растительными орнаментами, но уже с какими-то другими, как я говорила, нет ни одного повторяющегося хачкара. так вот, чтобы закончить прокомментацию, скажу, что, ну, и вообще об истории армян, армянского народа, это история борьбы за свою территорию и вообще за свою культуру, в частности, очень много натерпелись армяне от турок, от Османской империи, я, будучи, будучи сейчас вот в Ереване, общалась там с дедушкой 83-х лет, очень милый, он подсел ко мне на лавочке и говорит, можно я с вами поговорю по-русски, я давно ни с кем не общался на русском, я говорю, конечно, можно, элементарно, вот, и мы с ним разговорились, выяснилось, что у него есть родственники в Луганске, например, вот, с ностальгией, вспоминал Советский Союз и говорил, что как мы все хорошо раньше и дружно жили, но, помимо прочего, он сказал такую фразу, что все хорошие, кроме азеров и турок, извините, эта цитата, но, вот, это мнение, оно, да, оно не случайное, потому что, с одной стороны, Азербайджан, и там постоянные терки, скажем так, разборки, про этот многострадальный Нагорный Карабах, можем перейти, на самом деле, на ту сторону, потому что здесь вот забор, я понимаю, что там солнце, мы его не очень любим, но немножечко, надо потерпеть, чуть-чуть, капельку, так вот, я искренне сочувствую жителям Нагорного Карабаха, например, потому что я, я, как и многие мои соотечественники, знаю, что такое жить на спорных территориях, вот, а с другой стороны и Турция, там еще, конечно, и Грузия, короче, все страны вокруг Армении, Армения в частности, вот у них между собой так или иначе разнообразные споры за территорию, и Османская империя в былые времена очень часто притесняла армян, притесняла вплоть до геноцида, я думаю, все рано или поздно хотя бы один раз слышали словосочетание геноцид армян, так вот, конкретно Камитас, будучи человеком тонкой душевной организации, очень личностью творческой, он стал свидетелем геноцида армян, в частности, 1915 года, находясь на территории Османской империи, такая партия младо турок, которая свергла султана и насаждала там свою власть в самой Османской империи, они поставили себе целью истребить всех армян, ну просто, в смысле, физически, убить от самых простых вещей, если слышали армянский язык, могли просто за это отрезать язык, ну и вообще и выселяли, и всячески издевались, и, ну, просто вырезали, вот, и он вместе с несколькими деятелями искусств их посадили в поезд, и этот поезд ехал в один конец, собственно, для того, чтобы всех культурных деятелей, относящихся к Армении, к культуре Армении, убить. Но, к счастью, там вмешалась культурная элита османов, и помешали они этому, и Камитас, вот, в частности, остался жив, но пережитый вот этот ужас наложил такой отпечаток на него, что он заболел, рассудок его помешался, и он, в общем-то, сошел с ума. Закончил он свои дни очень печально в клинике под Парижем. Можем вот сюда сейчас перейти. Он там достаточно долго жил, он прожил еще 20 лет после вот этих пережитых ужасов, но в итоге от инфекционной болезни умер. Ну, а наследие его очень обширное, как я уже говорила, там, в общем, биография достойна книг. Так вот, возвращаясь к вопросу геноцида армян, это происходило неоднократно в истории, со стороны Турции в частности. Очень много раз разные власти имущие пытались либо просто выселить армянское население, либо его истребить. Ну, то есть, к примеру, Армения говорит, извините, вот это вот западная Армения, это наша территория, а Турция говорит, извините, это наша восточная Анатолия. Вот, вот так вот. И по сей день армяне не испытывают особой симпатии к туркам, я думаю, и наоборот. и как я уже упоминала, что Арарат, святая священная гора для всех армян находится на территории Турции. Вот в результате вот этих исторических процессов так произошло. им это факт. Но вообще в Советском Союзе, я не знаю, может быть, это байка, но был такой спор, ну, спор, не спор, среди политиков, что турецкий политик говорит армянскому, а почему это у вас на гербе, на гербе Советской Республики, Армянской, там изображен Арарат. Чего это у вас изображен Арарат, когда это наша гора на территории Турции? Вот, на что армянский политик ответил ему, что, ну, вы знаете, у Турции изображение полумесяца, а ничего, что луна это не турецкая территория, с чего тогда у вас там полумесяц? Ну, это так, это чисто посмеяться, но тоже отражает вот эти вот все процессы. Мы вышли к территории, где у нас вот располагается Смоленское Лютеранское кладбище, историческое, а рядом здесь армянское кладбище, точнее остатки от него, потому как в советское время большую часть этого кладбища снесли и построили футбольное поле, но часть его осталась, и вот оно такое тоже историческое считается. И еще несколько имен из, собственно, представителей армянского Петербурга из известных. Физиолог Арбели, востоковед Арбели, востоковед, который, кстати, занимался как раз таки историей Урарту. Дальше, естественно, известный военный деятель, граф Ларис Меликов, ботаник Тахтаджан, балерина Агриппина Ваганова, у нее отец Ваганян, промышленник меценат Лазарев, о котором я уже говорила, горнопромышленник и меценат князь Амабелик Лазарев. Наличие цветного телевидения в нашей жизни мы обязаны армянину, радиоинженеру Адамяну, физик Алиханов, адмирал флота СССР Исаков, летчик и дважды герой Советского Союза Степанян и еще очень-очень много известных имен. Кстати, к вопросу Урарту. Вот нынешний директор Эрмитажа Михаил Петровский, его отец также был директором Эрмитажа, Борис Петровский, он очень много лет посвятил, больше 20 лет своей деятельности, посвятил изучению истории культуры Урарту, он был археологом и в какой-то момент он поехал в Ереван, познакомился с Репсиме, они поженились и, в общем-то, родился у них Михаил, нынешний директор Эрмитажа. Так что их история их семьи также непосредственно связана с Арменией. Ну и вот еще один такой знаковый адрес непосредственно Армянского Петербурга, это церковь Сурб-Арутюн на Васильевском острове, она также была построена при Лазареве, как я уже говорила, единственный его сын погиб, погиб он на войне русско-шведской, и отец был безутешен, и, в общем-то, здесь основали кладбище, и церковь эту построили в качестве, скажем так, семейного склепа, вот здесь похоронили этого сына, ну и впоследствии многих членов семьи Лазаревых также. Это вот еще один храм, который, в общем-то, он тоже не очень похож на традиционные армянские церкви, но уже больше, больше похож, чем, допустим, тот Екатерининский храм на Невском проспекте. Кстати, в советское время оба храма, и тот, и этот, были закрыты, но им повезло, наверное, чуть-чуть больше, чем многим другим закрытым церквям в советском, ну, в советский период, потому что здесь была архитектурная мастерская, а на Невском была мастерская декораций театра музыкальной комедии, вот, но затем, в конце 20-го века, и этот храм восстановили, и теперь он действующий армянский храм, и, соответственно, на Невском тоже. Ну и часть вот кладбища армянского сохранилась, скажем так, теперь это историческое кладбище, представляющее такую историческую ценность для города. Сейчас еще путем волшебного монтажа мы перенесемся в одно место напоследок. Вот, хотела бы так тоже рандомно сказать, что, я думаю, все видели мультик, строки из песни которого все отлично знают. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». Мультик называется «В синем море в белой пене». Это рисованный мультик, режиссер которого армянин, и надо сказать, что сюжет этого мультика основан на армянских народных сказках, ну, то есть это традиционная армянская история. Ну, и к слову, знаете ли вы, что, например, очень много армян известных шахматистов, например, Гарик Каспаров, он хоть и родился в Баку, но его отец еврей, а мать армянка. Ну, я, конечно, бы хотела добавить, что суперизвестная армянка сейчас в мире Ким Кардашья, но да, она очень известная, она армянка. Вот. Или, скажем, певица, которая родилась в Калифорнии по паспорту американка и зовут и зовут Шерлин Саркисян. Вы ее все прекрасно знаете, потому что это певица Шер, она тоже армянка. Итак, путем очередного волшебного монтажа мы опять на Васильевском острове, но немножечко в другом месте. И напоследок я хотела бы сказать пару слов о армянской кухне. На самом деле одна из самых вкуснейших, пожалуй, кухонь мира. Если приедете в Армению, там все везде вкусно. Я не знаю, не встретила одного места, где было бы невкусно. Правда. На Ютубе очень много роликов, типа там 10 традиционных армянских блюд. можете погуглить, посмотреть, но не смотрите подобные видео на голодный желудок захлебнетесь слюной. 100%. И надо сказать, что вот такие вот блюда, как шашлык, люля-кебаб, долма, это все относится и в кармянской кухне в частности, но и ко многим другим кухням кавказского региона, скажем так. И многие национальные кухни, допустим, там, турецкая, азербайджанская, тоже армянская, грузинская, они между собой спорят. Ну, например, чья долма? Вот кто ее изобрел? Ответ такой, неизвестно кто. Вот нету конкретного свидетельства, письменного или еще какого-то, которое бы говорило, долму изобрели там-то те-то. Потому что поскольку вот эти вот все процессы переселения народов, споры территорий и так далее, они происходили много сотен лет подряд, и вообще современные блюда, они исходят из древности, когда там еще были шумер, персия, сирия и так далее, естественно, теперь уже корни этого всего теряются. поэтому можно сказать, что и шашлык это армянское блюдо, но не только, и долма это армянское блюдо, но не только, и так далее. Но я бы еще хотела сказать, акцентировать свое внимание на лаваше. Лаваш традиционный армянский хлеб, и, конечно же, опять же, у многих народов есть подобный хлеб, вплоть до того, что мы знаем, что у греков есть пита, у мексиканцев есть тортилья, вот, ну, а лаваш, понятно, он и у Грузии, и у Турции. Интересно, его выпекают традиционным образом в семье его должна делать самая старшая женщина из пшеничной муки без соли, и он, поскольку это очень тонкое тесто, оно на воздухе моментально высыхает, традиционно его могут выпекать в большом количестве, сушить, складывать это куда-то в кладовку, и на несколько месяцев этот хлеб хранится, он не плесневеет, ничего с ним не происходит, его можно потом достать, смочить водой, положить под полотенце, и через, там, некоторое время он мягкий и пригоден к употреблению. Выпекают его в тандыре или тонире, как в Армении чаще говорят, тонир, это печь обычно, ну, традиционно она монтируется в пол, и очень интересен способ приготовления лаваша, потому что это тонкое тесто, его раскатывают, потом его кладут на специальную подушечку, растягивают, и прямо вот в печь этой подушкой лепят к стене печи, буквально там через несколько секунд уже достают с помощью металлического крюка, все, лаваш готов. В 2014 году от Армении было подано заявка и рассмотрен вопрос в ЮНЕСКО. По результатам рассмотрения армянский лаваш был внесен в список нематериального культурного наследия. Прям как больше. Ну да, Только не от Армении, кажется. Не кажется. Не важно. Не кажется. Через два года в 2016 году подобный же хлеб лаваш внесли в список нематериального культурного наследия от нескольких еще других стран, окружающих Армению. Он настолько важен для армян, что нам с тобой нужно повернуть в эту собственную сторону. Без разницы, можно сюда. Настолько важен для армян, что они считают неверным этот хлеб резать ножом. Его нужно только рвать руками. Ну и вообще, например, у нас на свадьбах молодых принято встречать караваем с солью, то есть хлеб-соль. В Армении молодым на плечи кладут лаваш. Ну, это такая тоже очень красивая свадебная традиция. Вот, мы пришли к Василиостровскому рынку, чтобы я могла сказать, что в Петербурге можно при желании найти очень много и армянских заведений, или там заведений, в которых подают традиционную армянскую еду, а также магазинов, где, в общем-то, торгуют самыми разными армянскими продуктами. Ну, понятно, что самое известное это у нас армянский коньяк. Вот, но не только и всякие соленья, и варенья. Если буквально вбить запрос на Яндекс.Картах, то можно, в общем-то, с легкостью найти все эти магазины и заведения. А мы идем вот в тот угол, потому что вот здесь, на территории внутреннего двора Василиостровского рынка, у нас есть армянский домик. Одно из заведений традиционных где можно вот как раз-таки прикоснуться некоторым образом к этой прекрасной вкусной Армении. Ты не хочешь кушать? А? Да нет, конечно, но мне обязательно напишут, что это реклама. Не хочешь кушать? Берем. Берем. Армянское лакомство очень классное. Вот вариация с лавашом, как я уже говорила. Супчики. Вот, пожалуйста. Толма. Или еще по-другому можно встретить написание толма. Это тоже вполне приемлемо. Шашлычки. Скажите, пожалуйста, у вас есть абрикосовое варенье? Съели? Абрикос вот внизу стоит, нет? Это не он? Ну, давайте не его. Сюда? Угу. Не, не нужен, спасибо большое. Хорошо, спасибо. Вам тоже. Вот, вареницы из абрикоса произведено в Армении. Так что, при желании, у нас в Петербурге тоже можно найти армянские продукты. Кстати, про абрикос надо сказать, что его еще называют армянское яблоко, потому что это такой король фруктов. В Армении он растет в огромных количествах, и Армения гордится этим фруктом. Я, опять же, вот, когда была в Ереване, зашла в первый попавшийся магазин. У нас же, как считается, что если хорошие хочешь фрукты или овощи, едь там на какой-то конкретный рынок. А в магазинах, особенно сетевых, ничего такого хорошего нет. я обычно не следую подобным советам даже здесь, потому что мне на это не хватает ни времени, ни желания. Там я тоже не захотела на какие-то особые рынки ехать. Я просто зашла в первый попавшийся магазин и купила первые попавшиеся абрикосы, которые оказались божественными. Вот. В Петербурге таких не найти. Ну что ж, на этом мой краткий экскурс история Армянского Петербурга окончен. С вами была Ира Гит в шляпе. Будет еще много интересных историй. До встречи. Всем спасибо. Всем пока.